Здарова! Эээ, отрибуар, на маразму вышел новый ролик, называется Ютуб. Помойка для детей. Давайте его посмотрим. Надеюсь, будет что-то интересненькое. Погнали! Как всеми нами любимый Ютуб из свободной ламповой площадки превратился в цензурированную family-friendly мусорку для детишек? Ну, так же, как и Твич. Он тоже был сначала более-менее свободный, а потом появились банворлды. Чё там ещё появилось? Мошенничество, да? Это я к тому, что меня на Твиче забанили за мошенничество. Вы, наверное, спросите, что меня, собственно говоря, побудило снять видео на такую неоднозначную тему? Я только думаю, да, я так и подозревал, недавно же... А, нет, это 4 марта, нифига себе. Короче, я знаю то, что недавно у маразма удалили ролик про Яшку, вот, и я подумал то, что он решил записать этот видос как раз-таки после того удаления. А, хотя, смотрите. Тут 3, 2, 3 ноября, вот как раз это, видимо, с Яшкой связано, а это, видимо, какой-то первый. Страйк пришел. А, нифига себе, а что, один Страйк и все хана каналу, что ли? Вот это жесть на самом деле. Опасненько, опасненько. Ну, давайте послушаем. А я вам скажу, что неделю назад на мой ролик, который назывался... А, все-таки одно предупреждение, значит, одно сначала убирается. Если заканчивается, типа, время действия, оно исчезает, да? Я просто со Страйками сталкивался только один раз. У меня Страйк есть на канале со стримами старым, Reborn Life, который называется. Вот туда мне Страйк кидали. В школьнике с Ягуаром прилетел Страйк, который я даже совместно со своей партнеркой не смог обжаловать. А знаете, за что? За правила относительно безопасности детишек. И я, когда это увидел, был в легком таком шоке. Какие правила относительно безопасности детей я там мог вообще нарушить? А оказалось, знаете какие? Показал картинку, на которой изображен школьник с секретой. Причем, что самое главное, в осуждающем контексте. Ну, Ютубу вообще на это насрать. Типа, осуждаешься, не осуждаешь. В Твиче хотя бы можно сказать осуждаю. И, возможно, прокатит, тебя не забанит. А здесь что-то как-то слишком жестко. И после этого я начал судорожно на скорости Х2 перепроверять все свои старые ролики на канале и скрывать любой ролик, где есть хоть какое-то серьезное нарушение. А, по-моему, если ты скрываешь просто видос, то он все равно как бы лежит на платформе, Ютуб его может увидеть и даже за скрытый ролик может кинуть страйк. Это, насколько я знаю. Поэтому скрыть, это не вариант. Надо его удалять вообще с канала. И как раз-таки этот кейс побудил меня снять ролик о том, как Ютуб превратился в тоталитарную помойку. С каждым днем вставляю еще все больше и больше палок в колеса авторам. Лично я впервые познакомился с Ютубом в 2012 году. Если честно, я не помню когда. Смотрел я его, конечно, давно. Знал, наверное, про него тоже давно. Ну, оно прям засело на него. Я в 2013 году, когда вышел в Версус. Вот тогда я прям на Ютубчик подсел. Тогда на русскоязычном Ютубе была ламповая эпоха юмористических передач и обзоров вирусных видео. Дружно вспоминая Макса плюс 100 500, и висит хорошо. Вечно конкурирующих друг с другом, но при этом оба этих Ютубера позаимствовали идею западного канала Рэй Вильям Джонсон. Также в то время на Ютубе существовало два крупных блогерских сфер. Карамба ТВ и Спасибо Ева. Общество под названием Карамба ТВ и Спасибо Ева. Да и в принципе развлекательных передач в то время было довольно много. И вовсе... Да, сейчас их еще больше, но... Все они стали какие-то более ТВшными и вылизанными прям. ...в тех подобных шоу, их ведущие особо не стеснялись в недолерантных выражениях, да и в принципе, как таковых правил на Ютубе на тот момент не было. И что самое главное, такой контент хорошо монетизировался. В то время и школьников на Ютубе было гораздо меньше, так как в начале десятых годов у большинства школьников еще не было смартфонов и планшетов. Ну, с этим согласен. Когда можно было скачать приложение Ютуб. А время провождения за компудактером тогдашнего поколения школьников, число которых входило я, жестко ограничивалось нашими родителями. Не знаю, мне по-моему... Я бы не сказал, что прям жестко ограничивалось, но я школьником был до 2009 года. Поэтому в те времена основную аудиторию Ютуба составляла преимущественно молодежь в возрасте 16-25 лет. И сразу, я не говорю о том, что школьников на Ютубе в то время не было вообще. Я говорю, что их было гораздо меньше. Но все начало меняться с наступлением 2013 года. Когда на Ютубе началась так называемая эпоха летсплейщиков. И, разумеется, самая популярная... Я, видимо, пришел как раз-таки в эпоху летсплейщиков. Но я их не смотрел особо. Вроде как, да. Я вроде и не смотрел вообще особо контент, связанный с играми, когда только начинал заходить на Ютуб. ...популярная среди них подкатегория летсплейщики по Майнкрафту. В своем ролике про Копатель Онлайн я вам уже рассказывал, что изначально взрослая аудитория геймеров приняла игру Майнкрафт, так скажем, с отторжением. Почему так можете посмотреть в том самом ролике? Оставляю подсказочку. Вследствие этого основную аудиторию всех крупных летсплейщиков по Майнкрафту начали составлять преимущественно дети в возрасте от 10 до 12 лет. Как раз в 2013 году у детей уже потихоньку начали появляться смартфоны, планшеты, компьютеры в неограниченном доступе. И детская аудитория начала потихоньку заполонять... Блин, было бы прикольно. Компьютеры в неограниченном доступе. Здесь ноутбук, здесь ноутбук, здесь ноутбук, здесь ноутбук. Хе-хе. Ютуб. Так как у взрослых людей элементарно было меньше времени на то, чтобы его смотреть. Нет, я не спорю. И в то время было огромное количество взрослых каналов. Например, первые технообзорщики или автоблогеры. Но я говорю им... Автоблогеров тоже никогда не смотрел, технообзорщиков смотрю. Ну чисто когда если надо что-нибудь купить. Вот, например, сейчас выбирал наушники себе. Посмотрел несколько роликов. ...и на том формате, который в то время являлся самым популярным. Ухудшилась ситуация, начиная с 2014 года. Когда начали набирать популярность такие форматы, как бьюти-блоги, челленджи и лайфстайл-блоги. Ну это на самом деле, по-моему, было еще и в Америке давно. Типа, а что здесь такого? Можем дружно вспомнить кривляние на камеру от Ивангая, Марьяны Ро, Яна Градиенко, всякие дебильные видосики «Что в моей сумочке» от какой-нибудь Саши Спилберг. Ну да, это я знаю, но не смотрел никогда. Бессмысленные влоги с дачи от какой-нибудь Юли Пушман. И кстати, шутки ради, тот же Ивангай также позаимствовал формат с запада. Ну да. А конкретнее у испаноязычного ютубера Эль Рубиуса. И популярность... Я о таком не знаю. ...с такого контента дала еще больший приток на ютуб преимущественно детская аудитория. Тот же канал Ивангая за счет детского комьюнити в кратчайшие сроки стал самым популярным на русскоязычном ютубе, обогнав такого мастодонта, как Макс Плюс 100500, который был самым крупным по числу подписчиков каналом до него. Да ладно, не знал об этом. Хотя по сути, что снимал Ивангай в те годы? Обычные кривляния на камеру, которые могли быть смешны разве что 10-летним детишкам. Ну а самый серьезный случай, который вставил палки в колеса большинству авторов площадки, это скандал Гугл с рекламодателями, когда условная Соса Соло начала возмущаться, что реклама ее продукта... Так это было совсем недавно, разве нет? Году 2018? А, 17-м он написан. ...сыпихают в роликах, так скажем, нетолерантного содержания. Да, это я помню. И Гугл, разумеется, наплевал на авторов и прогнулся под рекламодателей. И с тех пор правила ютуба ужесточились и началась канитель с желтыми значками монетизации. Теперь на ютубе нельзя ругаться матом, точнее можно, но в разумных пределах. Нельзя в негативном ключе упоминать меньшинство, нельзя показывать какие-то вредные или опасные действия, например, драки. И вот мне люди говорят, а зачем ты в роликах все осуждаешь? Потому что такая херня все-таки присутствует на ютубе тоже, не только на твиче. Если это не какие-то спортивные состязания, нельзя затрагивать какие-то щепительные темы. За это все ты как минимум получишь желтый знак монетизации, тем самым лишишься возможности что-то зарабатывать со своих роликов. А максимум тебе кинут страйк. Считая сторонние рекламы, а как следствие, ролики с желтыми значками будут реже появляться в рекомендации, так как ютуб продвигает только коммерчески выгодные ролики. Либо вообще лишишься канала, если ютуб посчитает, что ты грубо нарушил какие-то правила сообщества. Вот сейчас недавно такой канал, как ББА, забанили просто ни за что. Я посмотрел ролик, вырезки с его стрима, там что-то полторы минуты идет. И он вообще не понимает, за что ему дали бан. Никаких предупреждений, никаких объяснений просто взяли и удалили канал. И такое может быть с любым, а у него больше миллиона подписчиков, насколько я помню, было. Ну, справедливости ради, даже после того самого скандала с рекламодателями, правила ютуба еще не были настолько жесткими. Например, я помню, когда я в 2018 году только начал ввести свой канал, то мои ролики, так скажем, не совсем лайтового содержания, спокойно получали зеленые значки монетизации. А по-настоящему тоталитаризм на ютубе начался после всплеска популярности детских каналов. Когда родители с 40... Так нет, детские каналы появились тогда уже очень давно. Еще раньше 2017 года, насколько я помню. ...седьмой хромосомой начали эксплуатировать своих детей для зарабатывания денег. Самые известные из них это были мистер Макс и мисс Кетти. И если эти каналы были еще более-менее адекватными, хотя адекватностью это все равно можно назвать большой натяжкой, то какая вакханалия творилась на других детских каналах, это нужно было видеть. Причем все это регулярно залетало в тренды и набирало огромное количество просмотров. А сейчас детский контент вообще не монетизируется, насколько я знаю. А почему так правильно? Потому что безмозглые мамашки вместо того, чтобы проводить время со своими детьми, давали им в руки планшеты, чтобы ребеночек не мешался, а те смотрели на ютубе всякую ересь. Почему я так категоричен в высказываниях? Вот скажите, вот вы бы в здравом уме разрешили своему ребенку смотреть вот это? У нас сегодня пранк какашки! Нет, я бы не разрешил вообще. Да, все это бред. Так, подожди. В итоге после... Окей, пранк какашки, она что будет с... Кормить какашками? Осуждаю. Подобного не побоюсь этого слова, пиздец. Google начал бить тревогу, и на ютубе началась жесткая политика, направленная на безопасность детей. Тем более, что подобный контент, помимо детишек, зачастую смотрели очень уж нехорошие дяденьки. И Google создали площадку, которая вставила палки в колеса большинству детских каналов. Как вы поняли, я сейчас говорю о YouTube Kids. Впредь, если в твоих роликах в основном фигурируют дети, ты обязан ставить галочку, что этот контент для детей. И данный контент впредь не появляется в рекомендациях на основном YouTube, не появляется в трендах, под подобными роликами нельзя оставлять комментарии, а также, что самое главное, подобный контент не монетизируется. И зачем тогда его вообще снимать? Ну, наверное, ради встроенной рекламы, да? Так как дети, это не платежеспособная аудитория, и от рекламы в таких роликах нет абсолютно никакой пользы. Думаете, как работает реклама на YouTube? Встроенная реклама персонализирована и зависит от возраста зрителя. И даже при том, что у того же Влада А4 в аналитике будет указан средний возраст аудитории от 18 лет, все мы прекрасно... Да, мы у многих так, у меня тоже, например. ...понимаем, что малолетки при регистрации никогда не указывают свой настоящий возраст. Но YouTube не настолько тупой, как вам это кажется. Он при подборе рекламы анализирует твои предпочтения. То есть, допустим, если ты смотришь какие-нибудь летсплеи по Майнкрафту, турниры по Бравл Старс, Пола Талава Челлендж, то YouTube примерно понимает, что ты скорее всего малолетка и пихает тебе более дешевую рекламу. А если ты в основном смотришь каких-нибудь путешественников, техноблогеров, автообзорщиков, как починить карбюратор, то YouTube понимает, что ты скорее всего взрослый человек и пихает тебе более дорогую и серьезную рекламу. Поэтому впредь детский контент перестал монетизироваться, потому что пятилетние детишки это явно не платежеспособная аудитория, и пихать рекламу в такой контент нету никакой коммерческой выгоды. И вот вроде бы создали YouTube Kids, избавив обычный YouTube от всякого дерьма... Ой, то есть детского контента. Но те же самые санкции продолжили действовать и на взрослом сегменте. Вот это на самом деле прям очень странно, если честно. YouTube. Например, политика относительно нецензурной лексики и оскорблений. Взрослых людей мат не смущает. Возмущаются только малолетки по типу... Согласен. Можешь, пожалуйста, поменьше материться? Мне на стримах так пишут иногда. Не матерись, пожалуйста, у меня мама рядом сидит. Блядь, ну извините, как бы, а почему нет? Или, допустим, какие-то интимные сцены. Взрослых людей чья-то пятая точка особо смущать не будет. Ну как же, YouTube у нас заботится о детишках, не дай бог они увидят что-то не то. И вот вопрос, нахрена было создавать YouTube Kids, если вы теми же правилами душите нормальных ютуберов? Охуй его знает. Таким образом, YouTube прогнулся под рекламодателей, прогнулся под леволиберальную повесточку, и своей новой политикой всё сильнее отпугивает нормальных авторов, а также взрослую аудиторию. Авторов, потому что им не особо комфортно находиться на такой платформе, где слова лишнего не скажи. Ну блин, сейчас все такие платформы, ну вот абсолютно, Twitch, YouTube, по-моему, TikTok начал что-то побанивать за какую-то херню. А где тогда будет? А, Instagram там тоже, по-моему, истории прям удаляют, если что-то Instagram не понравится. Это везде так, ну повсеместно, ничего ты с этим не сделаешь. Ты или какую-нибудь картиночку ненароком не вставь, иначе потеряешь монетизацию. А за бесплатно работать никто не хочет. Всякие, что было дальше, или поп-ммэй промоушены, ещё работают и набирают большое количество просмотров. Но им на монетизацию насрать, у них есть свои спонсоры. И вообще это довольно крупные проекты. Но вот допустим, если молодые пацаны из деревни решили замутить своё шоу, они уже навряд ли будут это делать на Ютубе, где лишний раз не мутернуться, А где ещё можно? Я не понимаю. Лишний раз не вставить какую-то пошлую шутку, а без зуба и family friendly шоу навряд ли кто-то будет смотреть. И так и получается, что молодые пацаны, которые хотят начать с нуля, вместо того, чтобы делать свои шоу на Ютубе, уходят в TikTok и в Instagram, где нет монетизации, и так много денег ты там не заработаешь. Да там сейчас тоже такая же залупа, блин, с... со свободой слова, которой нет. Если, конечно, не будешь рекламировать всякие лохотроны. Хотя Instagram недавно эту лавочку прикрыл. А взрослую аудиторию такая политика Ютуба подталкивает только потому, что взрослым людям элементарно неинтересно смотреть беззубый family friendly контент. Ну, если мы, разумеется, не говорим про какой-нибудь там научпоптик, на блоге, автообзорщиков. Поэтому взрослая аудитория в большинстве своём считает Ютуб баловством для детишек и уходит на телек смотреть Comedy Club. Если что, я сейчас утрирую. Comedy Club, да? Как будто у него зубов там дофига. Нет, конечно же, на Ютубе есть огромное количество... Фига себе он постарел. ...вщество крупных каналов с преимущественно взрослой аудиторией. Но не забываем, какие каналы на Ютубе сейчас имеют наибольшее количество просмонтеров и подписчиков и делаем свои выводы сами. Таким образом, Ютуб из свободной площадки превратился в тоталитарную помойку, на которой, если ты хочешь нормально зарабатывать, то ты должен делать беззубый family friendly контент, чтобы, не дай бог, никого не задеть, никого не оскорбить и не показать чего лишнего. Многие мои зрители заметили, что последние месяцы на моём канале выходит такой лайтовый контент с юмористическими обзорами и историями из жизни. Ну, я на самом деле как раз-таки в последние месяцы начал смотреть маразмы. И многим это не нравится. Пишут, скатился, вот раньше было лучше. Я не раз заявлял на своём канале, что я пришёл на Ютуб исключительно с целью заработка. И разумеется, мне было бы невыгодно, если бы мои ролики противоречили правилам Ютуба и получали жёлтые значки монетизации. Либо вообще бы прилетали страйки, что произошло уже пятый раз за год. Поэтому я и стал снимать развлекательный, нетоксичный контент, который набирает хорошие просмотры, но при этом не противоречит никаким правилам. Нравится вам это или нет, но я свою позицию высказал. Что ж, на этом у меня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь. Лайкусик поставлю. Я на самом деле согласен с ним, то, что Ютуб превращается вот в тоталитарную херню по типу Твича. И это хреново на самом деле. Но сейчас все такие платформы. Инстаграм и ТикТок, они такие же. Инстаграм уже точно стал таким. ТикТок в любом случае скоро станет. Ничего с этим не сделаешь. Но если только все люди прям сразу идут из этих платформ, скажут типа пошли нахуй и ждём, когда вы сделаете нормальные правила, такого никогда не случится, потому что... Потому что. Просто не случится. Потому что мы люди. Мы не сможем нормально собраться и организоваться. Ролик хороший. Спасибо Моразму за его мысли. Интересно было послушать. Если вам понравилась моя реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенцы. С вами как всегда был Рибон. Спасибо за просмотр. Пока.